Новый рекорд 2023 поставили золотовалютные резервы Беларуси. На 1 декабря международные активы страны достигли 8 миллиардов 255 миллионов долларов. Это ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем определяет способность государства погашать долговые обязательства. С помощью резервов правительство регулирует котировки валют и другие экономические параметры. В Беларуси расширили перечень оснований для признания детей, находящимися в социально опасном положении. В СОП семья может быть поставлена, если родители в течение более трех месяцев не работают и допускают ненадлежащее расходование пенсии, пособий, единовременных выплат материальной либо адресной помощи, из-за чего не удовлетворены основные потребности ребенка. Например, отсутствует еда, одежда, обувь, а также место для отдыха и занятий. Беларусы продолжают вестись на уловки аферистов. В преддверии зимних праздников интернет-мошенники активно взялись за доверчивых пользователей соцсетей. Основная площадка – Инстаграм. Там все чаще появляются мнимые аккаунты магазинов с новогодними елями и украшениями по сниженным ценам. МВД рекомендует оплачивать товар только после его получения. В Беларуси по-прежнему сохраняются розыр платы. Евразийский банк развития отмечает, за 10 месяцев оплата труда увеличилась в реальном выражении почти на 11%. Самые высокие показатели традиционно в Минске. К слову, среди стран ЕАЭС максимальная средняя зарплата в России, минимальная в Кыргызстане. В стране пройдет профилактическая акция «Безопасный Новый год». С 11 декабря спасатели будут проводить беседы, чтобы предупредить пожары и несчастные случаи из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Также сотрудники МЧС напомнят об актуальных правилах безопасности при подготовке к праздникам.